Новосёлого тайм Новосёлого тайм Что такое для вас перезагрузка В отпуске вы стремитесь к этому или нет И как, если у вас это получается, то что вы делаете? Именно делаете, не о чём думаете, а делаете Для того, чтобы этот процесс запустился И хватило там 10 дней Потому что их может хватить Даже 2 дня выходных бывает достаточно Для того, чтобы действительно почувствовать свежесть внутри себя Свежесть мыслей, свежесть чувств Сбросить усталость Вот то, от чего мы, собственно говоря, хотим перезагрузиться Ощущение белочки в колесе Как вы нажимаете Ctrl-Alt-Delete у себя в собственном организме И перезагружаете его? Напишите нам в нашу студию Нам будет интересно И перезагружаетесь ли вы в этом? У меня сразу вопрос, Лена Наверное, тут куча вообще вопросов сразу возникает Но, во-первых, наверное, для начала стоит понять Что перезагружаться необходимо И человек должен почувствовать в себе Что он дошёл до какого-то такого предела Когда уже всё Надо уже перезагрузиться Как это почувствовать? Наверное, есть несколько симптомов Которые можно Ну, как бы себе диагностировать Ну, первое Это начинается некая раздражительность Она не обязательно должна быть сильной Это не обязательно, что вы начинаете рычать на всех своих близких Но вот не хочется лишний раз общаться Фоновая такая раздражительность И вы понимаете, что да, вроде бы всё хорошо И вам всё должно было бы нравиться А вот что-то не так Ну, вот прям хочется ото всех куда-нибудь спрятаться Да, хотя бы на какое-то время А второе Это большая утомляемость Третье Когда вы, допустим, большой любитель чтения И хорошей литературы Начинаете смотреть тупые сериалы Я именно про тупые сериалы Когда вы даже не понимаете Вы где-нибудь там на Ютубе находите сериал Это продолжение вчерашнего или новой Да, вот Особенно детективные истории Они иногда бывают очень похожи И вы начинаете тупо их смотреть И не выключаете не потому, что вам интересно А потому, что вы по инерции сидите и смотрите Когда, например, любые изменения в работе То есть новые задачи Даже маленькое изменение в каком-то проекте Который вы делаете Или функционале, который вы выполняете Начинают вызывать, ну, почти физическую тошноту Да, вот не хочется И еще это Да, и еще это Не хочется И вы себя обвиняете в лень В прокрестинации Потому что идея была Задача была И дружно шагали к ней И вдруг вот так Вот чаще всего Перезагрузка Даже очень короткая Но насыщенная Может полностью изменить Картину вашего восприятия Что вокруг вас Как вокруг вас И поменять ваше настроение А мы с вами помним, да Что наши эмоции делают нашу жизнь Куда наше внимание Туда и жизнь заворачивает Представьте себе реку, да Вот куда вы И вы властитель этой реки Поднимитесь над ней Посмотрите, куда она потечет у вас Там, где пороги и камнепад Или вполне возможно Это будет какое-то более другое течение Вот где эмоции Туда мы идем И если это фоновое раздражение То, понятно, хорошего ждать не приходится А у меня вот тоже сразу вопрос А есть ли какой-то способ Глобально перезагрузиться Потому что мы же говорим Ну, о таких Ну, вроде вот устал на работе Да, перезагрузился Снова пошел работать А если человека в принципе Допустим, жизнь его не устраивает То есть работа не потому его напрягает Что там он устал на ней А потому что это не его работа И вообще всю жизнь у него плохо Ему нужно перезагрузиться Вот в плане Глобально все поменять Резет нажать Да Или это мы уже к чему-то другому относим Я думаю, что вот эти процессы Они очень близки Нет, Татьяна, все правильно Можно перезагрузиться Да, при условии Что тебе все нравится В принципе, это твое течение И твоя жизнь Просто начинаешь раздражаться И все это не нравится В какой-то момент Понимаешь, что это ситуативно А бывает, да Такое кризисное состояние Когда есть ощущение Что вообще ни с чем занимаюсь Но по глубине Да, эти процессы, наверное, одинаковые Ну, кто измерит это все Но в принципе процессы одинаковые Поэтому можно, уехав на два, на три дня На перезагрузку Принять такое решение Что мама не горюет Да, перевернуть всю свою жизнь А можно за 10 дней Там или за какой-то другой срок Когда нет такой глобальной задачи В своей жизни все менять Можно просто прийти в очень Такое рабочее, классное Активное И эмоционально радостное состояние По-другому взглянуть Еще с большей любовью Да, на то, что у тебя есть И это совершенно реально Плюс 7903, 7976, 3333 Координаты нашей студии Как вы перезагружаетесь? Вот Марина нам написала Иногда просто лежу Ничего не делаю Или смотрю глуповатые шоу Про сплетни из мира знаменитости Как раз Да, да, да Тоже, наверное, один из способов В каком-то смысле Это скорее я бы назвала Ну, наверное, у всех у нас бывает У меня бывают такие периоды Когда я зависаю на каком-то детективе Или еще что-то такое Я не люблю любовных историй Я только детектив смотрю Вот И да, это бывает у всех Несколько дней Я это называю халатным настроением То есть, когда ты во внутреннем халате Ты можешь выглядеть как угодно А внутри у тебя как будто бы халат или пижама Еще я это называю 1 января Не причесанный, а пухший Вот встаешь Поел Поспал Посмотрел Денечек другой Но это отдых Это не перезагрузка Вот та, о которой я говорю Это релакс Отдых Он совершенно необходим И не ругайте себя Если вы какой-то день, два, там, в месяц Или два раза в месяц Вот позволяете себе 1 января Да, вот такое, в июле Вот Это нормально Мозг обязательно должен Как нам Не мозг Организм наш Якобы ничего не делать Ну, мы никогда ничего не делаем Мы всегда что-то делаем А уж мозг у нас вообще никогда не спит Ему нужно время для того Чтобы, возможно, к чему-то адаптироваться Что-то решить Принять какие-то решения Которые нам еще неизвестны Мы с вами помним Что наш мозг Наше сознание Вернее, мозг неправильно Сознание знает больше, чем мы Давайте вот как раз-таки После композиции После которой, мне кажется, Лудскулы сведет И проведем разницу между отпуском И перезагрузкой Так, давайте почитаем, что нам пишут Вот нам пишут, Тоня, правильно Был гость у нас Как раз рассказывающий о рыбалке Для многих Вполне себе вариант Перезагрузиться Или хотя бы переключиться Мало того Он вот в конце программы Он сказал, что И девушки в это включаются Да Хотя традиционно Вроде бы как Это мужское занятие И действительно Там же происходит Очень важная вещь Вот тебя волнуют Кредиты Там, да Или Ипотеты По Москве Крутится, крутится, крутится А здесь у тебя важно Какую ты рыбу поймал Меняется абсолютно цель Вот как И там азарт, например Да Там проявляются какие-то Может быть преодоления Если другой вид перезагрузки Но вот по поводу рыбалки Это чистой воды перезагрузка Другая цель Ну да И поэтому, мне кажется Очень путешествия хорошо работают В том плане Что когда ты уезжаешь У тебя и картинка Меняется перед глазами И цели какие-то другие Ты забываешь о том Что вот Текучки Я только из Питера приехала Как бы два дня И я поймала просто на себе Что будучи там Ты все равно Думаешь как-то по-другому И думаешь о чем-то другом Ты вообще напрочь забываешь Там про какие-то новости Ну периодически что-то всплывает Конечно Там поработать надо Или еще что-то Но в целом Ты вообще в другом каком состоянии Ты как будто другой человек Да Да Другую роль примеряешь Вот когда я сейчас путешествовала По Алтайту Да Я вообще забыла Что есть работа Что там надо еще что-то По дому делать Или еще Вот напрочь Потому что у меня была Задача Такая важная Да Это не отстать от группы И выдержать Весь этот Тихий ужас На мазе Да Вот эти форсирования рек Когда машина вообще Прямо не шла Ложилась чуть ли не на бок А я в кабине То есть я все видела Они там сидели В такой деревянной коробке С окошками Но им не видно было Их просто трясло А я видела А я очень боюсь Как все это происходило Как все это происходило Но это было такое адреналинище Это было полное отбрасывание В молодость Вот у меня было ощущение Что у меня лет 20 То есть я ввязывалась А все такие истории Вот И я поняла Что я та И я сегодняшняя Это один и тот же человек Да Вот это было удивительное Открытие И второе Вот это было выжить Да задача Причем выжить Ну в общем Понятно что безопасно А приори Это было Ну ощущение Адреналин получается Как раз таки Очень хорошо Очень хорошо Потому что ты не заботишься В этот момент А покрасили ли твою террасу Я помню Когда Старзан первый раз прыгал Думали Твою дивизию За эти вот Несколько секунд Пока ты летишь У тебя вообще Всю жизнь только вспоминаешь Да Потому что думаешь Что ты сейчас И все Ага Ну вот Виктория нам пишет Что полежать и поспать Шикарная деятельность Это не перезагрузка Крутится же в голове Вот это все равно Прекрасно можно отдохнуть Например сутки проспав Да Отдохнуть Но не перезагрузиться Но не перезагрузиться Ты проснешься От этого состояния Опять Теми же глазами В ту же историю Может чуть полегче К тем же мыслям А второе Сама атмосфера Вот я вам хочу сказать Тоже очень интересная Были поляны Ну так хотелось Полевых цветов Ну было куда их поставить Да там И так далее Но Сама атмосфера Алтая Говорит о том Что если ты берешь цветочек Да или что-то Ты должен оставить Что-то Этому месту Причем не деньги Это проще всего Кусочек сахара Хлеб Конфетку Что-то Чтобы все Кто живут Ты забрал Отдай Они поели Или как-то насытились И им было хорошо Тогда дух тобой доволен Так что вы думаете Мы ни одного цветка не сорвали Это было так страшно Хлеба с собой не было Как ни у кого Конфет тоже Положительнее Да положительнее Ты думаешь А вдруг мало А вдруг обидятся И я думаю Именно поэтому Там такие цветущие луга Потому что просто так Это же Почему я об этом говорю Это другое Другое ощущение Да И ты Любуешься И не просто Сейчас я себе Винок сплету Из полевых цветов А думаешь Ой нет Это Другая ценность Другие Мировоззренческие Какие-то Сдвиги Вот это Безусловно Удивительное Когда в себе Это обнаруживаешь Перезагружают Очень хорошо От того Что у тебя Там я не знаю Кондиционер заправить Все узнали Мне кажется Этот белый город White town Your woman Галина Галина написала Из Екатеринбурга Я вот сегодня вышла на работу Отпуск был 7 дней В санатории В области Отдых супер В лесу С ежами и лисами А тут еще массажики Детокс питания Цигун Персонал Доброжелательный Погода Классная Такой кайф За неделю Полный перезагруз И тело Счастливо И голова Вот Прекрасно Да Потому что Целиком Поменялся Образ жизни Вряд ли Галина С лисами С ежами Дружат После работы Сразу же Персонально Персонально А там Появилась Эта возможность Значит что Сдвинулась Картина мира Сдвинулась На вот то Что окружало Не просто Любование А какое-то Взаимодействие Да Вот как раз Оксана Нам тоже пишет Смотрите Всегда стремилась отпуск проводить Активно Новые места Спорт и прочее Сейчас по состоянию здоровья Пришлось провести отпуск Просто на даче Никуда не выезжая И это оказался Лучший отдых Чуть ли не за всю жизнь Две недели Просто созерцание природы Никакой суеты Никаких дел Идеально для перезагрузки Прекрасно Прекрасно И опять-таки Вот смотрите Я думаю Что есть Несколько параметров По которым Мы можем судить О том Насколько Перезагрузка Была для нас Ну скажу такое Сухое слово Эффективно Состоялось ли Состоялось ли Вот когда На тот период Когда Вы решили Дать себе Вдох Выдох Да И что-то Необходимо сделать Если вы В этот момент Меняете Целевые ориентиры То есть Вы не думаете Вот сейчас я отдохну И пойду Вот тот Тот сделаю Там-то я Преуспею Здесь-то я Еще что-то Нет Когда вы думаете Ой Забыли сегодня Миску с молоком Поставить Лисе Да Или Кому-то Когда заботы Вообще Другие Меняются Вот совсем Меняются Когда есть Может быть Азарт Я теперь Вот думаю Краешком сознания Я поняла Почему люди В горы идут Потому что Я гор не люблю Мне тяжело Туда ходить Я всегда думаю Боже Так мучатся И чтобы что Да И вот Наверное Вот это Освобождение От всего мира Который На тебя Постоянно давит Вот Присутствие Этого ощущения Оно и дает Мощнейшую Перезагрузку И цель-то У тебя В этот момент Не пока Ты идешь Ты же не думаешь О том Ой на работе Забыл документы сдать Думаешь Как бы на камень Не наступить Чтоб не грохнуться Да Куда-то И за что бы ухватиться Чтоб доползти Цель меняется Меняется Вот этот Приоритет выбора И когда выбор У тебя Совершенно В каких-то Странных Для тебя Вещах Находится То Конечно же Происходит Полное Изменение На этот период Всех Личностных Каких-то Казалось бы Приоритетов На самом деле Мы больше Чем наша белка В колесе Осмелись предположить Что и адреналин Может быть Хорошим помощником Классным Классным помощником Может быть адреналин Потому что там В зависимости от того Как долго Длится ситуация Адреналиновая Это может быть Как мы с тобой говорили Прыжок Старзанки Старзанки Где-нибудь Да Это может длиться Всего несколько минут Но иногда Этого достаточно Потому что Все смыслы жизни Могут как живые Стать перед глазами Вот А может быть Мгновенная Какая-то Да История Быстрая А может быть Более Если адреналин Дольше И не такой Как Старзанки Прыгут Там градус Пониже То будет Происходить Более медленный Процесс И может быть Более долго Играющий Потому что Мы же Не останавливаемся Мы же все равно Что-то осознаем И работа-то идет Внутренне Еще раз Хочу сказать Что наше Сознание И наш мозг Это легенд Тоже И что наш мозг И наше сознание Знают больше Чем мы Ну вот там Ирина из Москвы Написала Активный отдых Путешествия Даже за город Самая мощная Перезагрузка Была за три дня Когда в марте Поехали нырять В Баренцевом море О То есть Адреналин Экстрим Место Азарт Азарт На слабо себя берешь Смогу или нет Конечно Цели вообще другие Да Вот три дня всего А цели совсем другие За эти три дня Например В привычных условиях Было беспокойство о работе Да Какое-нибудь раздражение Или страх какой-нибудь А вдруг не успею И не сделаю Там Или еще что-то такое Вот такого мощного Изменения Себя в ситуации Это вот изменение себя В ситуации Вернее так Субличность другая Выходит твоя Да Вот твоя родная Выходит на передний план Ты никогда не знал Что ты очень ужасно Боишься например Там на лодке плавать Да Ну плавал 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 Поречувствовал себя Не обращал на это внимания Подаешь другие условия Понимаешь Вау Да Как это все Оказывается Не просто В плане переживания Они не принесут Но они совершенно Необходимы Вот если бы Ирина например Когда она идет На работу Каждый день Выбирала бы Новый маршрут Тогда Вполне возможно Что она бы Почувствовала Больше Притока Свежих сил Потому что Когда у нас Что-то замылено Когда мы делаем Одно и то же Даже если Это прекрасное место Ваша дорога На работу Это мечта Всех жителей Вашего города У них такой дороги нет Да например Вот красота Какая-нибудь невозможная Там и белочки прыгают То есть там вот Насыщенно Все казалось бы Но если это Делаешь 365 раз в году То перестаешь Это замечать А вот изменения Даже просто Насильственные Один день Левой рукой Все делаешь Да ходишь Меняешь маршрут Раз в неделю Выбираешь Или На машине Не важно где Когда включается мозг Ведь смотрите У нас Все наши навыки Наработанные Когда они переходят В навык То есть Насмотренность Да там Автоматические действия Они все уходят В подсознание Они есть Они живые И эмоции там живые Но они спят И стоит только Измениться картинке Как они сразу Выпрыгивают Как знание Как навык Как умение восхищаться Например Да человек говорит Ничего у меня Вот не интересно Ничего меня не интересно Да потому что Я уже все видел Это конечно не все Да И когда вот что-то Совершенно вышибающее Из привычной картины Мозг начинает пахать На всю катушку И в своей ежедневной жизни Мы вполне можем Себе такие задачки ставить Они прикольные Они смешные Да Возможно на них Нужно чуть больше времени Вот вы ходите В один тут же супермаркет Можно закрытыми глазами Да брать Где что лежит Если это годами А попробуйте До соседнего Доехать Где совершенно по-другому Все расставлено Вон и гуляетесь Да Ты ее описала Да Вот сменить немножко Картинку перед глазами Даже в том месте Где вы находите сейчас И постоянно пребываете Это же нам пишут Всего час плавания в бассейне Встремляете отрицательные эмоции Но мне кажется Тут важно найти подход К самому себе Конечно Что тебе Плавание в бассейне Окей Бег Может Прогулка с собакой Возможно Да Поход я не знаю В кино Тоже может быть Ну только в другой кинотеатр Допустим Не в тот который привычен Хотите вам самую непривычную историю Я не помню рассказывала или нет У меня вот сейчас Было задание Группе Которая сейчас заканчивает И нужно было придумать Что-то самое странное Что ты можешь сделать И сделать Она пошла гулять с кабачком Она надела ошейник На большой кабачок И вышли с ним на улицу Все с собаками И тащила его за собой А милая дама Тащила кабачок за собой Она приобрела С микроволновкой человек В Воронеже или в Брянске Тут выходил гулять тоже Так получается Что его брать-то В качестве определять Человек перезагружался просто Перезагружался И причем она приобрела Сразу столько знакомых Потому что сначала народ Смотрел на нее диковато А потом стали хохотать Все поняли Что человек Не с кабачком Разговаривает Кабачок с ним не разговаривает Что важно Можно разговаривать с кабачком Главное он не заговорил бы Вот Если кабачок заговорит Значит мы сейчас и полянку Загружали яблоко Тут уже перезагрузка не поможет Ну это же фантастика Да Вот это была придумка Потому что нужно бы сделать то Чего ты вообще никогда не делал Ну Женщина живет очень активной жизнью Много чего делает Да в своей жизни Конечно У нее много интересов Ну что И у нее взгляд упал Как дошли до этого Она говорит Упал взгляд Лежит кабачок Я его хотела разделать Он думал Нет пойду-ка я с ним Как с собакой погуляю Погуляю И посмотрю что будет Ну потрясающе же Я как-то ездил на красную полену С приятельницей Она сказала Что можно уйти в горы Поглубже Встать на край скалы И прораться В течение нескольких минут Не останавливаясь Но нам повезло больше Начался шторм И сильнейший ливень Картина маслом Я Ветер дует С неистовой силой Дождь хлещет в лицо Как с ума сошедший А я ру Вот это была перезагрузка Так перезагрузка А потом У нас закрыли фуникулер И я единственный Веселился на горе Вот это класс Да Вот это класс Но при этом Смотрите Есть еще сообщение От Елены Она нам пишет Мне после отдыха Становится еще хуже Ненавижу выходные и праздники Понимаю, что загнала себя Но не знаю, что делать Физически все норм Морально хочется быть Елена Вот здесь хорошо бы понять Что вы делаете Во время отпуска Да Если это сплошной релакс То есть вы где-то отдыхаете Где вы высыпаетесь Может быть какие-то массажки Плаваете Гуляете Да То это опять Очень большой Равномерность И нет новых эмоций Ничего не включается Попробуйте пересмотреть Эти состояния Даже за шкирку себя Как-нибудь Или заловаться Как Милхаузен Да Вытащить И сделать себе Какой-то вызов Смогу Или не смогу Это может быть Какой угодно Пройти 20 километров Да Поучаствовать В каких-то Групповых заходах Сейчас их полно По Подмосковью Люди вот себе Ставят цель Пройти там 20 километров От одной речки До другой Велосипед купить Велосипед можно купить Научиться Что-то делать Вот физически Здесь нужно Обязательно Менять Сам тип Перезагрузки Если после отпуска Становится хуже То это точно Ничего не произошло Это как Оттягивание Какого-то Приговора Да Вот я сейчас Две недели Буду отдыхать А приговор-то Выхода на работу Никто не менял Ход вещей Не изменился А важно Поменять Совсем поменять Чтобы в том деле Который вы делаете Появился Азарт Адреналин Возможно Какая-то Какая-то соревновательность С самим собой Или с другими Не важно Цель Чтобы была Другая Не отдохнуть А вот этот Вау-эффект У меня получилось Не важно Что это Я не знаю Нуждается ли В комментариях Провокационное Заявление Нашего зрителя Гринджеди Он пишет Так что ж Получается К любовнице К родителям Тоже перезагрузка Да Я так и знал Я так и понял Что так ответит Елена В каком-то смысле Конечно Перезагрузка Потому что Чем любовница Отличается От жены Она свежа Новыми ощущениями Новыми ощущениями Да Там не должностование Как правило Там есть сплошное Хочу Цели вообще другие Абсолютно Вообще другие Вот и поэтому Да Мало того Скажите пожалуйста Ведь всем нам Известно Что когда человек Не влюблен Ну вот он как-то Живет и живет Себе иногда Скучно ему становится Хочет влюбиться Как только Влюбленность Наступила Это же Перезагрузка Вот она пошла Создание Сверхидеи Ого Бизнес новости Под серебряным дождем Нет Битье тарелок Это не перезагрузка Это проживание Какой-то эмоции Бурное ее проживание И вполне себе Полезное Да Вот Ну может быть Посуду жалко Я знаю людей Которые специально покупают Очень дешевую Некрасивую посуду И убьют Ну в каком-то Определенном месте Есть у них уголок Ну как вот проораться Да Кто-то может А кому-то надо Проораться и побить посуду Но есть альтернативы И вот они как раз Хороши Ну например Пойти в тир пострелять Оружие является Продолжением тела Да Человек его так ощущает Вот этой агрессивной части Кстати а как ни странно Вот я просто про себя Вспомнила У меня бывает Когда накипает Там что-то Ну просто эмоционально Я люблю смотреть Какие-нибудь боевики Например Вот где как раз Там Все вдруг Друг друга стреляют И какой-нибудь главный герой Все зло там Уничтожает Или кстати Многие же Вот играют Вот в эти вот Шутеры В компьютерные игры На которые конечно Все валят Все проблемы Молодежи Но в целом Это же тоже наверное Должно помочь И ужастики Очень полезно смотреть Потому что мы В безопасной ситуации Проживаем Большой страх Есть хороший ужастик Это дает канал выплеска Либо ты будешь Канализировать это В реальной жизни И тогда ты начнешь Можешь дойти До состояния Пугливого человека Да Ну то есть Страх начал На тобой заблудевать Но если ты его Отреагировал В удобном кресле Да Где-то Или в кинотеатре Или дома То ты его там пережил И градус его снижается Кстати есть детские Очень Были В издательстве Класс Это еще было 20 лет назад Для детей Которые боятся В темноте И оставаться Ну вот для маленьких Да Кому сказки читают Вот Так там были записаны На кассеты сказки Очень добрые Но рассказаны Страшным голосом Ну например Черные журавли На лунной поляне Там Да Там ничего страшного Не происходит Никто никого не съест И волк не придет Но вот эти То что мы делали В пионерских лагерях В свое время Да Мы рассказывали Про гроб на колесе Как про черную руку Вот это отыгрывание Страха Это очень верный Психологический ход И так же Агрессии Да Вот просмотр боевиков Или чего-то Это понижение уровня Твоей агрессии А не повышение Ты его туда Канализируешь Да Поэтому здесь обвинять Вот эту всю историю В том что Она наращивает Ну я бы не рискнула Да Не знаю Я эти исследования Не проводила Насколько Но я думаю Что это отыгрывание Вот проживание Это в средствах массовой информации Были вроде как Какие-то исследования Которые наоборот Говорили Что в части компьютерных игр Они как раз таки Действительно понижают Понижают Агрессии И они как бы Создают вот эту Такую подушку безопасности Когда у человека Накипел Он пришел Пострелял В кого-то Вымышленного Ему легче Ему нормально Вот по логике Реакции человека Его эмоционального строя И накипания Да Всяких эмоциональных перегрузок Должно быть так Но исследования Вот Есть ли они или нет Не знаю А вот еще на самом деле Важная история Нужно ли перезагружаться Всегда одному Или допустим Если вот человек Ну семейный Он же от них тоже устает По сути Да Конечно Вот этот момент Когда ежедневная И когда ты Например с семьей едешь Даже на отдых У тебя же все равно Остаются Заботы-то те же Задачи Конечно Тебе надо накормить Мужа тоже надо накормить Допустим Да Всех одеть Всех обуть Не забыть полотенца высушить Не забыть там Я не знаю Еще что-то А это будет Та же белочка Та же белочка Перезагружаться Если вы единомышленники С супругом Да Или супругой То тогда Можно вместе Но это должен быть Какой-то Да Особый Та же самая рыбалка Например Да вы А в азарт Хоть ты меньше поймал Я больше поймал Там вот Другая ценность появляется На этот момент Если же вы не единомышленники Вот в этом плане То два-три дня Картину брака Не испортят И можно это сделать Поодиночке И уважать желания Друг друга В этом плане Это очень важно А потом Два-три дня Отсутствие Да Рядом Привычек Очень укрепляет Соскучатся люди Да По-новому Посмотрят Друг на друга Какими-то другими глазами Мелочи могут уйти Из раздражения Вообще Перестают раздражать То есть это все-таки Тоже полезно Полезно А вот касательно Например Когда Родители Без детей Допустим Уезжают в отдых Это вообще Я рекомендовала бы Это делать Просто с определенной Регулярностью Обязательно Есть мне кажется Два этих полюса Одни кто всегда Детей с собой Везде возит Говорят ну как же Мы семья Мы детям тоже должны Мир показать Им тоже надо отдохнуть А другие говорят Мы вообще детей Никогда не берем Вот они вообще Всегда отдельно Ну это две крайности Конечно Потому что Какую-то часть Своего Свободного времени Замечательно Проводить с детьми Это нужно Обязательно Ну а как же без этого А где мы еще В таком Неформальном Как бы контакте Не как у тебя дела В школе Сделали там тематику Да А вот в каком-то Интересном Для ребенка Обстоятельствах Каких-то Сможем получить Этот доступ Душами Да Пообщаться Конечно Но родители Должны перезагружаться Новоселова Да и даже В другие страны Становится Очень легко И душе И телу Элемент приключения Будешь присутствовать Элемент приключения Неожиданности Голова думает Не о том Что у тебя дома А как тебе добраться Да Ты общаешься С большим количеством людей Кто тебя берет Попутчиком У тебя все время Новые пейзажи Да это полная перезагрузка Но все-таки При автостопе Надо быть осторожным Конечно Безусловно Правила безопасности В первую очередь Руслан из Сочи Нам пишет Четыре раза в неделю Ухожу в бассейн Плаваю по два-три километра в день Решил перезагрузиться И начал ходить на море Перезагрузка не удалась Вода везде вода Потихоньку даже начинает Раздражать вода Как перезагрузиться Ну уйти Выйти из воды Попробуйте воздух Сухим Воздух Тем более в Сочи Вы можете в гору уйти Да В Олимпийский скайпарк Почему не работает Потому что Одно и то же Одно и то же Движение Одни и те Тоже ощущение воды Одно и то же Монотомность 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 у нас убивает У нас все живое На мой взгляд Ну монотомность Это как раз таки то Что нам мешает Перезагрузиться Что нас вгоняет В конечном итоге В ту самую депрессию К нам все Одним и тем же Одно и тем же С ума сойти же можно Конечно Потому что опять таки Смотрите Вот по той же схеме Все ушло в подсознание Не актуализируется И потому что Голова в голову Начинает лезть Все то Что на ретритах лезет Да Все тараканы Начиная с трех лет И это мешает тебе Воспринимать Вот сегодняшний день Счастье Что-то есть Не важно Что там Какая погода Да Или Какие-то Обстоятельства Ты можешь их Воспринимать живо Более эмоционально И проживать их Если же у тебя Белочка в колесе Образовалась То ты как будто бы Замираешь Ты как будто бы Вот не погружен Не присутствуешь В своей жизни Заметьте Мы очень мало Присутствуем В своей жизни Да Мы в ней прям Совсем по чуть-чуть Находимся Мы либо впереди Куда-то Да В страшное будущее Либо В очень неудовлетворительное Прошлое А еще когда говорят Что вспомните Как вам было хорошо В прошлом Хорошую историю И у вас поднимется Настроение Да нет Это вообще прямая дорога В яму Потому что оно уже прошло И больше очевидно Никогда не будет Конечно Это очень Нехорошая история Апеллировать К какому-то счастью Которого Вместо того Чтобы видеть его сейчас Да Чувствовать его сейчас Вот была бы мне возможность Я бы тогда Что-нибудь по-другому поступил Нет у тебя Такой возможности Все Нет ее Уже смирись с этим Не бывает Нет машинного времени Нельзя в прошлый И мы не знаем Чего было бы Если бы это было так И не факт Что было бы лучше Абсолютно Может быть как раз так И в плане психологического тренинга Этим себя И в каком-то смысле тешить Говорить Выходить из этого состояния Тем что А кто сказал Что тогда было бы лучше И спросить себя А от чего меня жизнь спасла Может быть Кто его знает Да Мы не знаем Никакой вот Нету причинно-следственной связи Железно выстроенной В жизненных обстоятельствах Наших реакций Если вот так То так Да сейчас Но тем не менее Очень многие люди Попадают вот в эту ловушку Когда вот они сидят Особенно я это вижу Просто с возрастом У многих это приходит Вот они говорят Вот в молодости У меня было больше сил Допустим На какие-то там Не знаю На тусовки На радость На какую-то А сейчас Всего этого нет И что мне делать И человек даже вроде Он понимает Что да Все как бы нормально У меня там сейчас Вот Может быть Все сложилось Как и должно сложиться Но вот эта грусть По ушедшему Она все равно остается Вот как Себя можно тут Ну хочется вопрос задать А вы пробовали на тусовку Или просто сидите И думаете Что вам там не нравится Уже не приносит удовольствия Потому что вот это уже возраст А ж другое удовольствие Надо найти мне кажется Ребята Да нет такого понятия возраста Вы понимаете Это мы себе Очень здорово внушаем Очень Знаете Такой экскьюз Чтобы мало что делать Я не хочу никого обидеть Что вот люди такие А вот есть другие Да Такие звезды Которые вот Матросами 75 лет идут работать Нет Я не про это Просто этого следует Опасаться Как только начинают Появляться эти мысли Их надо ловить В зачатке Потому что В нас живут Все наши ипостаси И молодые И среднего возраста Да И взрослости И теперешнего возраста Все присутствует И мы как бы Целостно в этом плане Это нам кажется Что мы поменялись Да Где-то скрипит Да Говорят Если после 50 проснулся У тебя ничего не болит Ты уже умер Но ведь Можно иметь это в виду И как-то превентивно Все-таки заботиться о себе Потому что Наверное В пожилом возрасте Даже не столько Страшно Что тебе ничего не хочется Хотя это тоже очень страшно А скорее Когда тебе что-то хочется А ты не можешь С такой состоянием Жизненной импотенции Да Было бы здорово Но там боли Здесь кольнуло Здесь нету сил Здесь ничего не работает И так далее Все-таки Я как раз сейчас апеллирую К тем Кто очень молод Вот об этом Следует позаботиться Заранее Вот я очень жалею Что я не занималась спортом Что я не спортивный человек Я вот Ну вернуть мы это не можем Но с другой стороны Может быть как раз таки Взрослость И та самая Осознанность Которая происходит Ты мой золотой Да С возрастом Позволяет проще перезагрузиться Проще относиться К тем вещам Ну если допустим Вот ты 20 ты идешь В ночной клуб А типа там 45 ты идешь Ты идешь в алкентур С коллегами Вообще И тебе абсолютно Наплевать Кто там Как о тебе Что подумает Посмотрит Время как В 20 Тебя наверное Это беспокоило Потому что Цели были другими Да нет И комплексов в голове Было гораздо больше А сейчас их нет А задачи-то какие разные В 20-25 И в 45-50 Ну вот допустим У некоторых не меняется Вот сообщение Пожалуйста Когда хочется Что ты новенькое Знакомлюсь с женщинами По итогу таких перезагрузок Три раза был женат И все три раза был счастлив Так прекрасно Пожалуйста Счастлив же человек Конечно Все три раза был Все три раза был счастлив Не отрицает этого Милый мужчина Который любит всех своих жен Марина из Екатеринбурга Вот напишет Представляю Что судьба Это карта Я иду куда хочу А она где не нужно А она где не нужно идти И я просто получу опыт Стает преградой И всегда в итоге Получается лучше для меня Чем задумала Прекрасно Такое сливание С собственной жизнью Да А ведь действительно Вот слово карта Неспроста прозвучало А если мы с вами Придем в сознание И поймем Что доступ К реальности У нас с вами Весьма условный Причинно-следственные связи Это мы придумали Для адаптации Потому что получилось Закрепили Да И пошли дальше А в целом У нас только Карта реальности Да Она достаточно подробная Достаточно четкая Но За каждым Значком на карте Мы не знаем Что скрывается Какое событие До конца Мы не знаем Никогда Но наш мозг Нам любит Подсказывать Как раз Эти ответы Мы любим Додумывать Домысливать И вот Зачастую Жрать себя И попадаем В ловушку Прямиком С собственных Додумок Да Там было счастье Мы хорошо подумали И получили Бог весть Тот Непонятно что Как раз таки Да Ну а как тогда Этого избежать Ну вот это Додумывание Он же тоже свойственный А это иллюзия Ничего мы не додумываем Если бы мы думать Умели бы Ну да Вот я например За собой Очень хорошо замечаю Что в основном Я все время За тобой наблюдаю Я у себя такой Подопытный И мне очень нравится Этот процесс Да И мне кажется Что вот когда думаешь И если ты этого Не пишешь То у тебя идет Просто поток Эмоций И сознание Ты заводишься И кажется Что ты приходишь К какому-то решению А если например Отследить свои эмоции Почему ты так чувствуешь Что тебя приводит К этим причинно-соответственным следствиям И дать вариативность И понять Да Вот что б ни было Хуже не будет Да Вот все что-то будет Сам себе психолог Сам себе психолог А почему нет Зачем идти к психологу Я все время говорю Надо самим выбираться Вот из этих Это как иллюзия Психолог Психолог профессиональный Рыба против воды Нет Но с другой стороны Я прекрасно понимаю Вот только профессиональный человек Может действительно сказать Такие вещи Да Вот не профессионал Который там обучился По каким-нибудь курсам Скажет Да идите психологу Вы плохо едите Вам психологу надо У вас нет аппетита к психологу Нет Кстати А вот поход Допустим Действительно к психологу Когда человеку Правда это нужно Это можешь слушать Перезагрузкой Кстати да Психологи Ну конечно помогают Да Но только все-таки Надо отличать С чем я могу справиться С чем я могу справиться сам А с чем мне нужно Долго разбираться Истории же разные Истории души разные Вы знаете Что делал Риксон Что Он жил рядом С его домом Где он жил И принимал людей С его кабинетом Была гора Не очень высокая Но на нее было Не так сложно подняться А вот спуститься Было сложно И когда к нему приходила Вот психотерапевтический подход Это по поводу того Что справиться можете сами Ему приходила пара И говорила Вот мы на грани развода Поработайте с нами Разводиться нам Или не разводиться Он говорил Хорошо Вот вы поднимаетесь На эту гору И спускайтесь А потом приходите ко мне Так вот 90% пар При подъеме и спуске Приходили к однозначному решению Оставаться им вместе Или нет Живое поведение Экстремальная ситуация Люди открываются С другой стороны Видят другого Другими глазами Да как Вот перезагрузка Отношений И приходят к выводу Что расставаться им не нужно Потому что им было страшно Но надежно Друг с другом Спускаться с этой горы Или они каждый По своему склону Да с камнепадами И кидание камешков Друг в друга Спускались И все становилось ясно Поэтому можно долго Годами Ну я еще раз говорю Проблема о проблеме Рознь Это нельзя вот так Огульно говорить Обо всем Анекдотно Представили Девушка Тяжело расставшись С молодым человеком Вся в расстроенных чувствах Приходит к психологу На прием Слезы в три ручья Ничего не хочет Порывается Позвонить своему молодому Человеку Разбившему ей сердце Психолог Не надо звонить Вы лучше напишите ему Письмо И сожгите его Девушка Задумавшись уходит Через день Радостная девушка Звонит тому психологу Говорит Доктор вы гений Как руку снял Один вопрос Ну его ты Я сожгла С письмом Что делать Спасибо вам большое Антон Тони За такой замечательный Замечательный анекдот Его ты Это как знаете Тон же самый анекдот Ты ягуару купи Знаете Мужчина не мог избавиться У него была проблема Не мог как избавиться от жены Приходит к приятелю Он говорит Слушай Что мне сделать Что купить Слушай Ну купи какую-нибудь Быструю машину Купи BMW Она обязательно разобьется Хорошо Купил BMW Проходит два дня Он возвращается Говорит Слушай Не знаю Машина в смятку Жена целая Слушай Ну не знаю Купи и Мерседес Что-нибудь там быстрое Какой-нибудь там Нобл Купил Проходит два дня Говорит Машина в смятку Жена целая Ну тогда я не знаю Ну тогда последний Ну купи ягуара Проходит день Мужик приходит Слушай Отлично Спасибо тебе Ну как Ягуар Сразу сожрал Вот из той же С той же С той же С той же С той же Черный юмор Черный юмор Да уж простите Я еду на работу На велосипеде Через Лосиный остров В Московском С утра Искупаюсь И обратно еду Окунусь Замечательно Вот кстати Перезагрузка В течение дня Который человек Все сам устраивает Да Причем опять Надо доехать Окунуться Разные физические ощущения Есть цель Не просто работать хорошо А еще себя Любимого вспомнить Да Свои удовольствия Это все какие-то впечатления Которые ему нравятся Это интересно Ежедневное Фоновое Вот такая легкая Перезагрузка Которая нам Очень помогает жить Особенно в нашем водоеме Окунешься Потом точно есть цель В душ Пойти В синепременные Да Потом к врачу Ну не будем Плюс 7903-799-7633 Как вы перезагружаетесь Ваши рецепты Для их принятия Осталось буквально Несколько минут Если что-то не получается Я спрашиваю себя Почему именно так Для меня хорошо О, отличный вопрос Вот нам написал Ник в трансляции Да Это, кстати, да Хорошая, наверное, тема Ну да Вот это Локус внимания Ты переключаешь его На вот эту игру мозга Как вот На то, что Слушай, а подумай, что Может быть сейчас Не так уж и плохо Да А зачем мне эта история Может быть Может она и не нужна Да, может она и не нужна Мне больше Мы же иногда Упираемся рогом Да Это же не эзотерика Нет Тут ничего нет эзотерического Как раз Абсолютно Хотя это звучит Как эзотерика Вот реальность Это значит Мне вселенная Подсказывает Что мне не нужно Да не надо вселенной У тебя Вот здесь вот есть Чудесный аппарат Всего вот на шее Болтается Как говорил Бехтерева Единственный во вселенной Аппарат Который осознает сам себя Да Это действительно так Кочерыжка наша Кочерыжка вот эта Да Екатерина вот спрашивает Понимаешь, что скорее всего Мне нужен психолог Но не могу понять Как начать этот диалог Ситуация кажется искусственной Ситуация кажется искусственной Ну она кажется искусственной Пока вы не встретились С психологом Да Потому что Задача психолога Это создать Самое Что ни на есть Естественную Атмосферу общения И безопасную Для человека Который пришел Чтобы он наоборот Мог Расслабиться И говорить то Что ему хочется Там нет осуждения Там нет сторожа Там нет Какого-то Кто судит И рядит Или еще что-то такое А благожелательность И разрешение Плакать Кричать Не зря же мы профессионально Друг друг Так говорим Смотри Не вздумай Пепельницу тяжелую На стол поставить Которую между клиентами Всяко может быть Действительно Как у нас Даже смеялись Вот Во всех этих фильмах Американских Вот психолог Вот у него кушеточка Он лег на кушеточке Рассказывает А ведь кушеточка Создает достаточно Комфортную атмосферу Для того же самого Нравто и расслабления Или какое-то хорошее Глубокое кресло Такое А что нужно На таком пластиковом стуле Сесть И как бы Принесил врача Сдал анализы Сдал Что у вас по анализам Все вымет Труп в морг Может быть в реанимацию Может в реанимацию Нет в морг Доктор сказал в морг Доктор сказал в морг Значит в морг Так я же еще живой Так мы еще и не доехали А можно кстати понять По первому визиту Допустим Когда человек сомневается Нужный ему психолог или нет Он решает попробовать Чтобы понять Конечно можно Ему сразу будет понятно Надо дальше продолжать Или его А самому Он должен срезонировать Вот психолог Ему должен Показаться Человеком Которому можно доверять Который мил Да хотя если даже Если очень жесткий Будет психолог Есть же провокативные психологи Но без доверия Не обойтись А собственно Часа Обычно такого Тесного общения Бывает достаточно Чтобы составить впечатление Но очень часто бывает так Приходит Когда я еще в кабинете Да работала Я же 20 с лишним лет Через себя в кабинете Все пропускала Вот Приходит человек И говорит Я вообще не верю Вам психологам Вы полная Непонятно что Но я все таки Решила попробовать Хотя конечно Ну что вы женщина Можете понимать В нас мужчинах Там еще и гендер пошел Гулять и пол И все что угодно Бывало что и ноги на стол Очень хрупкий Стеклянный столик Задирали Ну показать всем видом Что кто-то есть Мне тут не надо будет Да И победа психолога Вот Ну мои победы Наверное я считала Это так Когда человек К концу нашей встречи Садился в совершенно нормальную Человеческую позу Начинал разговаривать О том что у него болит Это победа психолога И клиенты Они в одну лодку сели Вот тогда да А так Нужно смело идти И искать своего психолога С ним обязательно нужно Срезонировать Новоселова Тайм У вас здесь и серьезный этот вопрос Например Как вы считаете С какого возраста ребенка К психологу стоит водить Девочка 12 лет загрузка спорта Учеба иногда под вечер слезы Ни о чем Сама не знает что плачет Не критично вроде Но может как звоночек Рассматривает Дмитрий Девочку не надо водить К психологу Маленьких детей И подростков Да Можно отвести к психологу Если есть серьезные Отставания в ментальности Если есть Превышенная степень Агрессивности Ну когда ребенка Каждый день из школы Да просят забрать Потому что он всех там бьет Лечет Пожигает То есть очень явная Яркая агрессивность Когда есть какие-то Странности в поведении Которые вы никак не можете Объяснить Когда вот то есть То что обращает на себя Внимание опасно для него Самого То что девочка в 12 лет Плачет по вечерам Это абсолютно нормально Она вступает в пубертат Она становится девушкой У нее гормональные изменения Если вы беспокоитесь Идите сами к психологу Потому что Если что-то беспокоит В поведении детей Вы не справляетесь Или не можете От себя объяснить То это родители Как правило Вот родители прям зеркалят То что происходит с ребенком И вам психолог покажет Может быть вам надо Что-то поменять Может быть еще какие-то вещи Вот самого ребенка Это может быть травмой для ребенка Может А сама Если он точно Значит он идет к психологу Кто его знает Как он относится Что у них в классе Думают про психолога И что к психологам Ходят только психи Например Да Она это скажет Ее заклюют потом Зачем И даже дело не в этом Допустим Не скажет Нету причины Нету причины То что она плачет По вечерам Это может быть Вот эти подростковые вещи Идите сами К психологу Девочку Я бы рекомендовала Извините Такую прямую Резкую рекомендацию Но мне думать Об этом стоит подумать Не надо еюнику давать Нас спрашивают Конечно Прости Тань Нас спрашивают Как можно к вам Елена Анатольевна Попасть на прием Я думаю Новоселова тайм Новоселова тайм Конечно Подписывайтесь В телеграм-канале Новоселова тайм Или Елена Новоселова Дорогу сегодня туда приведет Вступайте в наш клуб Астро Там у нас всегда интересно Очень такая Движ такой Давайте быстренько Еще поразмышляем Тут Гринджеди В продолжение Нашего разговора Про додумывание Я вот написал А разве это Почему для меня Это хорошо Недодумывание Типа Ах я не могу Найти у себя пару Сейчас подумаю Почему для меня Это хорошо Конечно Потому что Вы не можете Найти у себя пару Вы не хотите Ну то есть Это хорошо Вот с точки зрения Вот говорить Что это вот Препятствие на пути Я его не буду обходить Я просто скажу Что это наверное Ну так и должно А его бесполезно обходить Вот сначала идет мысль Что мне так хорошо Потом вопрос Почему мне хорошо Почему я не хочу изменения Ничего я боюсь И что я вообще думаю О парной жизни И там можно выйти Ох На какой интересный пласт И потом как бы Все это скорее всего изменится Да Потом это изменится Как только это осознаешь Поймешь что это фантомный Или какие-то хвосты Из прошлого То вполне можно уже его преодолеть И обновленным И тут же пара то появится Как не парадоксально Не успеешь оглянуться Уже даже решишь Может и не надо правда Как тут же появится Да Забота Лена Как ты относишься к тому Что детей В терапевтических целях На проверку Иногда вводят к психологу Вот Александра она написала Я ребенка раз в год На профилактику Вожу к своему гештальтерапевту Она работает в том числе с детьми Просто на просмотреть Преподношу это Как поход в гости К своей знакомой Ну что я могу сказать Психологизированность У нас зашкаливает Да В обществе Просто зашкаливает Те вопросы Которые родительские Этот человек делегирует Психологу Вместо того Чтобы любить И поддерживать Всеми силами Фибром Чувствовать Своего ребенка Психолог сейчас диагнозик Скажет все нормально Могу дать жить спокойно Нет Я Ну не знаю Это выбор каждого человека На мой взгляд Излишняя психологизированность К счастью не ведет Да Тут нужно тоже Все хорошо в меру Да Лучше перезагружаться чаще Ох Вот это правильно Святые слова Отдыхайте больше В конце концов Может быть тогда Глядишь и в голове Меньше тараканов Будет появляться И размышления на ненужную Таскать тему Елена Новоселова Психолог Профессиональный Была в студии Серебряного дождя Традиционно По понедельникам Всем доброго дня И солнечного настроения Несмотря на дождь Спасибо Спасибо большое Елена Я лишь вкратце Стараюсь быстро напомнить Мы давно с тобой Таней говорили О нашем замечательном проекте Как и провел лето Конечно Обязательно ждем От вас открыток Из тех мест Где вы Это замечательное лето проводите Они должны быть Поставлены почтой Со штампиком И маркой Мы будем проверять Да Заходите на наш сайт Там есть баннер Найдете там наш полный адрес И отправьте нам Пожалуйста Приветы Из этого теплого Замечательного лета А мы в сентябре Все это соберем В одну кучку И зачитаем Обязательно в эфире Может быть даже покажем Тем кто в трансляции Главное чтобы Ютуб работал Конечно Чтобы вы не заметили Да никто Встречайте сразу после нас Традиционная Поколенческая программа 20-40 Сегодня будут развенчаны Мифы про зумеров Посмотрим что за мифы И как их развенчать Как говорится После этого Евгений Винодоршин Традиционное размышление Экономистов По понедельникам Закончит информационный эфир Радиостанция Серебряный Ныш По крайней мере В первой половине дня С вами сегодня были Татьяна Котина И Андрей Усипов Счастливо Хорошего вам дня Берегите себя Пока-пока